Количество преступлений в 2014 году увеличилось на 28% по сравнению с 2013. Большинство против законных действий оценивается как небольшой и средней тяжести. Эти цифры были озвучены на общем собрании судей региона. Также были поставлены задачи на текущий год. Начали собрание с приятного. В 2014 году судебная система страны отметила 150-летие судебных реформ Александра II. В честь прошедшего праздника окружные служители Фемиды получили юбилейные медали. Советом судей Российской Федерации за активную работу, большой стаж работы судебных органов награждён Файзулину, Савер Деласа, Зенитисовский Савер Деласов. Награды получили и работники лучшего судебного участка. Конкурс проводится Советом судей региона уже на протяжении шести лет. Отметили и участников турнира по волейболу в Архангельской области. После поощрения перешли к подведению итогов работы. В 2014 году в целом по России было рассмотрено около 14 миллионов гражданских дел, 1 миллион 300 тысяч арбитражных, 950 тысяч уголовных и более 6,5 миллионов административных. В нашем регионе цифры намного скромнее. Всего за год было зарегистрировано 655 преступлений. Это на четверть больше, чем в 2013 году. Рост произошел за счет преступлений против собственности. В увеличении количества поступлений в уголовные дела присуще только мировым судям. В 2014 году первым судям поступило на 11% уголовных дел больше, на 161 дело, чем в 2013 году. Однако к подсудности мировых судей относятся лишь дела небольшой тяжести, поэтому характеризовать в целом, что у нас преступность в Афгарстане, наверное, не представляется возможной. А вот сумма ущерба от преступлений, наоборот, сократилась. В 2013 году эта цифра равнялась 65,5 миллионам рублей. В прошлом – всего 11 миллионов 300 тысяч. Сократилось и количество преступлений в отношении несовершеннолетних. Большую работу судьи провели и при участии в создании окружных законов. Совершенствуется и нормативная база. И начиная с 2010 года по 2014 год в собрание депутатов внесено 11 законопроектов окружным судом в плане законодательной инициативы, которые впоследствии приобрели форму окружных законов. Я думаю, что такую работу мы будем продолжать в соответствии с нашим уставом нашего округа. Говорили на собрании и о задачах на этот год. С 1 января всё материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей перешло в регион. В соответствии с подписанным договором между администрациями Архангельской области и Ненецкого округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов госвласти. Также скоро в Ненецком округе может появиться арбитражный суд. Окружное собрание депутатов направило в Госдуму проект федерального закона о постоянном присутствии арбитражного суда Архангельской области в Ненецком округе.